вот с увертаймами что я работала в декабре убегаешься то один забыл подписать другой забыл подписать в общем надо все проверять все записывать но я так записывала сколько этом отработала то у нас гейна то уходила и говорит я там форму на вас запомнил последний то есть последние два дня то есть вот воскресенье это хорошие деньги но она там забегалась она уходила все сдавала и она не запомнила я пошла к менеджеру говорю вот так и так хочу проверить заполнила не запомнила форму уж не знаю он поискал нету заполнил сам я значит подписываю выхожу от него и задним умом понимаю вспоминаю задней памятью что там стояла всего три часа почему он так написал 33 ну да то есть а я работала с 7 до до 3 8 часов в общем они стали вот такие деньги сейчас пришлось заходить он искал искал опять бумажку опять не нашел опять пошел рыться в этом в общем куча бумаг здесь очень бумажная такая волокита здесь все на бумагах все по почте и везде столько много документации все так все на этой еще все это и конечно может потеряться легко и вот все надо проверять ну все сделала все записал сказал что все сорт аут то есть исправит поехала домой вернее не домой сейчас поеду принесли мне мы в субботу ходьбу ездили в пап на завтрак приезжаем мне принесли эти посылку принесли посылки и не оставили соседям обычно соседям оставляют не предупредишь надо вернее сейчас очень много всяких всяких почтовых кто почту возит деливери у нас доставку и к ним обращаются поставить ну подавцы и вот они привозят нормально все и у них прям они даже вот и можно не предупреждать еще они сразу отдают либо соседям либо если напишут записку они бросают в укромное место где ты укажешь но royal mail наша классическая почта государственная такая она королевская вот они носят почему-то им проще увезти назад эту посылку чем окно запотела чем отдать соседям не понимаю время не я не понимаю почему и вот они мне увезли назад и сейчас я поеду в депо так называемое то есть специальное почтовое отделение где эти посылочки лежат сейчас буду получать витаминки свои погода как весной небо голубое но был морозец утром поэтому наверное и солнышко выглянуло так вчера лив дождь целый день целый день сейчас заеду в морисонс потому что по пути мне а потом поеду за бандеролью морисонс мне нравится вот зеленые салаты в пакетах именно и кофе мне нужно взять беру про запас органик кофе там продают вот так что мне еще надо ай ну и хлеба возьму Сережа так не сюда сворачивать мне без белого хлеба не может жить хлеба нет говорит жрать нечего а потом жалуется то там болит то тут болит помыла машину и утром включила ее а внутри стекло запотевшее и очень не хочется протирать тряпкой разводы делать потому что мне очистили его на мойке очень хорошо внутри именно стекло а я его внутри мыть не могу очищать так он как то далеко рук не хватает длинный рук поэтому из-за именно из-за переднего стекла езжу на мойку чтоб мне его очистили внутри и они очень хорошо это делают я рада но они правда всю машину очистят и багажник и все-все-все красота но вот холодные утренники они замораживают стекло и приходится отогревать машину сначала а потом уже ехать вот здесь вот хорошее такое место 4 супермаркета в куче прям шаговой доступности друг от друга ну что ну тут очень удобно людям прям красота в одном супермаркете все везде не купишь одинаково ну то есть продукты в смысле ну то есть продукты в смысле берешь немножко 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 нет нормально подъеду чуть-чуть в одном супермаркете в одном супермаркете одно берешь нравятся продукты в другом другие продукты немножко нравятся и а здесь вот все а здесь все в куче значит азда морисонс что еще тут так азда морисонс бинэм 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 просто вот вот рядом на одном вот этом кругу все супермаркеты красота не считая очень удобно людям взял и зашел туда-сюда купил все что надо здорово так пошла я морисонс давно тут не была все пошла шопиться заехала морисонс сейчас выезжаю и что хотела сказать вот смотрите здесь вот азда прямо и слева был ауди здорово ну в общем я заехала сейчас в этот морисонс и там что мне еще нравится там у тележки всегда без без монет и он одноэтажный и удобно и тележек всегда достаточно я сравниваю с нашим теско который в два этажа там на второй этаж надо к нему подниматься и они взяли и убрали тележки были внутри они убрали их и сейчас их надо поднимать снизу и монетки и там они не всегда стоят на общем такую билиберду сделали вообще а здесь очень удобненько вот и мне нравится сюда заезжать он ну и опять же вот сейчас не нашла свой кофе который беру я не знаю со мной что то не так или у всех это так вот кто бы мне написал как это вообще только я подсаживаюсь на продукт какой-нибудь в любом супермаркете вот в любом месте начинаю брать его он мне нравится хожу беру он раз и исчезает с прилавков вот регулярно сколько мы здесь живем это постоянно ну что за ерунда и сейчас я не нашла свой кофе он у меня еще дома есть я пачку прям принесу в следующий раз приеду если его не будет спрошу они обычно они обычно ничего не знают они вообще не в курсе это что до стор менеджера надо доходить наверное чтоб он объяснил куда бы на него продукт исчез ну может не такой спрос вот я аж одна не сделаю им там выручку если его мало берут они видимо убирают с прилавков ну или у меня такой изысканный вкус что я это все время теряю продукцию ну в общем вот такая такая ерунда напишите кто у вас кто такое наблюдает вообще в своей жизни или я одна такая ну так свернула вот на почту ехать а смотрю трубу что ли прорвала такой фонтан бьет слева так чей проезд то мой что ли да мой черно-красная стрелка здесь обычно бело-красная о вот это да точно а вот это да а чуть никого нету зато загородили а тут прямо рива река льет вот это фонтана ой 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 а че это никого нету ой да он давно льет смотри сколько воды здесь ого и ни и никакой этой нет скорой помощи для него зашла сейчас почтовое отделение специальное где посылки оставляют сидя дома нет и а у них везде же защиты животных тема такая вот и у них лисит объявление dog for life not for christmas собака на всю жизнь типа не не только а я не как на рождество подарок не только для рождества временно очень собачники британцы очень любят собак их очень много смотришь они должны в кредиты берут потому что такие смотришь не не семьи и района здесь не очень-то дорогие а собаки очень дорогие недалеко питомник собачий там не разрешают снимать кстати я как-то пыталась но не смогла и там продают щенков щенки такие дорогие зашла ну породистые там всякие вот 500 700 фунтов ну и там наверно выше а не кондиция то есть какая смесь нечаянная по 250 то есть в два раза дешевле но все равно это еще 250 еще я понимаю там за щенка отдать но смотришь с таким породистыми ходят там просто тысячи наверно отдают на собак вот потом здесь очень помощь дорогая ветеринары очень дорогие у меня у наташи простая кошка совершенно простая и она говорит пойдешь и поедешь и на прием там как прием там допустим отблок по моему что-то надо выписывать через ветеринара но я точно не помню от чего она ходила в общем такая элементарщина и она ей надо идти к ветеринару с этой кошкой вот 70 фунтов прием блин просто так что таблеточки дали что-то еще в общем дорогой удовольствие очень дорогой я не знаю что ребенка завести что собачку по цене нет так ну что здесь фонтан льет еще посмотрим ой да бьет обалдеть уж такой-то и нет никого до сих пор столько воды наливают еще наверно не 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 сейчас он оторвался обалдеть меня чуть-чуть приедем приедем опа странно никого нет вся вода у них вытечет так вот вот и вот сейчас я буду тащиться за этой палетой нет не я одна тут же не обгона мало где есть обогнать и так строим едешь если впереди какой-нибудь медленный медленный едет человек то есть ну там пожилой там или какой не знаю все будет за ним строй ехать никто не обгонит и вот так вот терпеливые едут ждут пока это закончится это я как сегодня утром ехала быстро светофоры все это вышло когда это припозднилось прям надо раньше выходить что это такое вообще безобразие и пока пусто было летела можно сказать ну и догоняет трафик то есть машины и вот обе полосы заняты самая крайняя она поворот там больше у нее не встанешь и обе полосы заняты и едут тихо вот кто-то впереди значит встал едет по правилам по всем не гонит и все и за ним все строим вот две полосы были заняты и вот едем за этим грузовиком 25 еле-еле он тащится и за ним все строим никто не обгонит никак так сейчас он отъедет подальше ага он вообще съехал с моей полосы отлично так что вот я накупила сегодня ну немного бананы такие они еще и зеленые будут долеживаться я вот такие не люблю брать но других не было груши это все сереже манд как их апельсепшоты мандарины ну да вот редиску берет на работу огурчики мелкие и себе вот такие вот салатики я там беру мне очень нравится салата морисонс они без шпината и упаковки не такие большие потому что у них все угодности быстро проходят и приходится это ну чем меньше упаковочка тем лучше дальше молоко по всему так жирную сметану беру самую жирную 29 процентов 30 нужно ну 30 процентов вот чай вот такой вот с кардамоном с такие вот он такой зимний чай вот с этими со специями со специями написано было очень мне нравится джинджер это имбирь джинамон это корица кардамон не знаю кардамон наверное так и есть глобс это гвоздика и черный перец и анис обалденный вообще такой вкусный мне нравится я не люблю пить просто черный чай допустим или зеленый я люблю пить с чем-то там с привкусом чтобы был вкусным вот и кофе который вот я не нашла взяла вот такой кенка а беру я вот такой вот у них вот такого не было как завороженная я я не знаю что за ерунда это я взяла себе буду сделать кекс добавлю и это тоже на кекс так и вот витамины сейчас распечатаю так вот такие вот витамины я поставлю так электролиты это магнезиум потасиум это калий кальций и содиум все в одном очень 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 и еще выписываем а замуровали вот это может ммб должен быть вот стеклянная банка так витамин b комплекс все теперь с витаминками так делаю себе десерт без десертов я жить не могу поэтому делаю короче сегодня захотелось мне кето пирог черничный называется что мне нужно для этого мне нужны для этого кокосовые сливки вот здесь у меня но это молоко но я его заменяю пойдет потому что они такие густые и жирные сливочное масло 100 грамм растопленная дальше сметаны жирной 50 грамм отсюда возьму яйца 5 штук желтки и взбитые белки разрыхлитель ну чайную ложку положим где-то так сахарозаменитель это у меня сидит сейчас его надо 2 столовые ложки и 40 грамм кокосовой муки все это я смешаю масло сначала масло потом сливок мне надо 4 столовые ложки 4 столовые ложки дальше сметаны мне надо сюда 50 грамм 50 грамм это будет пусть 2 столовые ложки размешаю один раз делала по рецепту но не помню уже как так наукат размешиваю масло так сметана кокосовая мука разрыхлитель сюда так Так, все это я сюда и желтки сюда, все размешиваем и сахар. Сахара нам нужно 2 столовые ложки, значит 4 чайных, ну в принципе на вкус, на глаз. И замешиваем белки, белки сюда же. Все, теперь форма у меня такая, сбрызгиваю ее. Так, форму сбрызнули и ягоды я не в тесто замешиваю, а кладу ее в форму и заливаю. Заливаю тесто. Все равно она вся на дне оказывается. Все, разравниваем и получается вот такое у нас чудо. Вот так на дне. Сейчас я поставлю в духовку и буду выпекать на 200 градусов 25-30 минут. Так и вот прошло 20 минут, где-то 25 минут. И вот такой вот у меня кексик получился. Он здесь, конечно, я думаю, что лучше ягоды вмешивать в тесто, а то вот они на дне там, на самом получились. Вот такой вот кекс, очень вкусный. Быстро, просто и вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...